Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Я сегодня хочу испечь медовый торт. Этот медовый торт получается очень вкусный, очень нежный. И его испечь проще простого. Самое первое, что мы сейчас будем делать, мы сделаем тесто для коржей. Я взяла вот такую вот кастрюлю. У меня эта кастрюля небольшая, примерно на 3 литра. И она с очень толстым дном. Итак, берем 100 г сливочного масла. У меня сливочное масло домашнее. Насыпаю в эту же кастрюлю 150 г сахарного песка. В эту же кастрюлю добавляю 2 столовые ложки меда. Берите мед тот, который вам больше всего нравится по вкусу. Потому что коржи будут иметь как раз тот вкус, который имеет ваш мед. У меня мед обычный, цветочный, но невероятно вкусный. Добавляем 2 столовые ложечки с горкой. Отправляю кастрюлю с медом, сахаром и маслом на медленный огонь. Будем растапливать все ингредиенты. После того, как растопились все ингредиенты на медленном огне, я добавляю 1 чайную ложку соды и начинаю интенсивно размешивать. Масса должна побелеть и немного увеличиться в объеме. Буду интенсивно перемешивать и подожду, пока не появятся такие карамельные прожилки. Масса начала приобретать карамельный оттенок и я выключаю огонь. Продолжаю перемешивать, пока смесь немного не остынет. У нас должна получиться вот такая смесь. Следующее, что я буду делать, буду добавлять яйца. В отдельную посуду разбиваю 2 яйца. Интенсивно перемешиваю. Добавляю яйца в нашу немного остывшую массу. Получается вот такой очень красивый карамельный оттенок. Сейчас мы будем добавлять муку в нашу теплую смесь. Муку добавляю постепенно, обязательно просеиваю. Начинаю замешивать эластичное мягкое тесто. Когда я готовлю медовый торт, я не забиваю тесто мукой и оставляю тесто вот таким вот полужидким. Так коржи получаются очень воздушные и очень-очень нежные. И, конечно же, когда будем раскатывать коржи, мы будем добавлять муку, для того, чтобы руки не прилипали к тесту. Для того, чтобы раскатать корж, я беру пекарскую бумагу и прямо на пекарскую бумагу вкладываю наше тесто. Этот кусочек теста мы будем раскатывать при помощи наших рук и при помощи муки. Сейчас я вам все это покажу. Тесто очень податливое и мягкое. Прокалываю корж вилочкой, чтобы он не вздулся. Для нашего коржа я сразу же определяю форму. Я беру вот такую крышку, которая в диаметре 25 см и надавливаю на корж. Отправляю корж в духовку, которую я заранее разогрела до 200 градусов на 3-5 минут. Итак, прошло 4 минуты. Корж испекся. Я его переворачиваю, пока он теплый. И снимаю пекарскую бумагу. Обрезки, которые остаются от коржа, мы будем собирать в отдельную посуду. Затем их измельчим и украсим наш торт. Со временем корж немного станет тверже, но это нормально. Итак, мои дорогие зрители, я испекла все коржи. У меня получилось 5 коржей. Хочу дать один советик. Если вы хотите получить традиционное тесто, которое нужно раскатывать скалочкой, то можно добавить немного больше муки и получится точно такое же, но более упругое тесто, которое можно раскатывать скалкой. Итак, наши коржи готовы. Они получились очень нежные и воздушные. Сейчас мы будем делать крем для нашего медовика. Итак, для нашего крема потребуется 500-600 грамм жирной сметаны, 1 стакан сахара и 2 пакетика ванильного сахара. В сметану добавляем сахарный песок и 2 пакетика ванильного сахара. Начинаем взбивать сметану вместе с сахаром до пышной массы. Я взбивала сметану с сахаром в течение 8 минут, и у меня получился вот такой вот очень вкусный и воздушный сметанный крем. Сейчас мы будем собирать наш торт. Я беру 1 ложку крема и обмазываю дно нашей формы. Беру первый корж, накладываю на него 3-4 ложки крема. Крема можно не жалеть, потому что крема у нас получилось довольно-таки много. И обмазываю наш корж. Очень обидно. Еще раз повторюсь, что сметану для нашего крема нужно брать очень жирную, чтобы она взбилась вот в такую вот воздушную пену. Если сметана будет жидкая, тем более после того, как вы добавите в нее сахар, она станет еще жиже, и у вас, конечно же, не получится вот такого воздушного крема. Итак, наши обрезки от коржа я измельчу в блендере и покажу, как я буду украшать наш медовик. И теперь я отправляю наш медовый торт в холодильник на 2-3 часа, для того, чтобы он хорошенько пропитался. Итак, мои дорогие зрители, прошло 2 часа. Дольше ждать просто нет сил, и мы посмотрим, что же получилось. Очень мягкий, очень нежный торт. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Я думаю, что вы не разочаруетесь. Приятного вам аппетита! До скорой встречи!